Всем привет! С вами снова Робот! Я буду сегодня вести это видео. Стоп! Это что, Вия натворил? Ну да, это Вия сделал такой проект. Какой еще проект? Это же трешатина какая-то. Сегодня я создам свой автомобиль. Свой автомобиль? Да, я создам автомобиль, используя точные измерения и расчет. Из чего ты будешь делать его? Я возьму какое-нибудь ведро Вия и сделаю из него люкс-тачку. Вот, например, вот эту возьму. Не, буханку он тебе не даст. Да, ты прав. Вия будет ныть. Ну и пофигу. Это слишком ведро большое для меня. Нужно выбрать что-то другое. Что-нибудь, что Вия будет не жалко. О, как тебе вот этот вариант? Жигуль. Жигуль? Да. Используем его. Как ты из него что-то сделаешь? Я буду делать все правильно и грамотно. Не как Вия. Для этого нужно расчистить пространство, чтобы создавать проект в грамотных условиях. Просто подвинем все. Ну да, надо. Надо расчистить в этих местах. У Вия вечно везде беспорядок. Ну вот что это? Здесь мусор, там мусор. Зачем здесь стоит этот луаз? Нужно все переделать. Пространство необходимо расширить. Вот это другое дело. Сейчас я сюда загоню луазик и будет намного больше просторного места. Почему Вия сам до этого не догадывался? Черт, как же здесь мало места. Загнать туда? Да, я возьму его и туда загоню. Потому что я умный. Ну давай. Не то, что Вия. Да, сначала вам нужно разгазовать эту рухлядь. Вроде зовется. На старт. Вперед. Черт. Рухлядь она и здесь рухлядь. Неважно в каком гараже мы работаем. Ну-ка, оператор, посмотрите там спереди. Мне нужна своя помощь. Друге что-нибудь снесу. Давай, давай, нормально. Давай, давай. Черт. Рухлядь она не едет почти. Еле-еле ползет. Ё-моё, рухлядь машина. Спасибо, оператор. Теперь, наверное, уже можно приниматься за работу. Теперь-то достаточно места? Нет, оператор. Места все еще недостаточно. Нет. Необходимо передвинуть другие автомобили. Ты куда? Мне необходимо больше рабочего пространства, чтобы сделать самый лучший проект. Если Ви узнает, что ты там садился... То что будет? Он будет зол. Вообще пофиг. От слова совсем пофиг. Так, Робот, сначала же надо подвинуть Волгу, а потом уже УАЗ. Хоть какой-то пол КТТ машины теперь есть. И я создал отличную телегу. Ну ты даешь. Все нормально. Теперь можно заняться и Жигулем. Нифига ты даешь. Для меня это не сложно. Жесть. Капец. И что теперь? Необходимо произвести диагностику, нарисовать план проекта, исправить все недочеты, убрать ржавчину и на этой базе поставить новый проект. Ты уверен, что ты один вообще с этим справишься? Может, позовем кого-нибудь? Все-таки. Не переживай, оператор. Я же робот. Я многофункциональная машина. Я могу создать автомобиль из чего угодно. Посмотри сам. Есть техническая неисправность. Посмотри аккумулятор, оператор. Поправить? Да, поправь клеймы. Так. У этого в автомобиле много проблем. Ведь им занимался ВИА. Давай. И шел хуже стажер. Отлично. Хотя бы двигатель более-менее неисправит. С этим уже можно работать. Правда, почему так громко, непонятно. Ладно, передвигаю проект, чтобы начать его исправлять. Как спорткар шумит? Это неисправность. Я не понял! Что здесь происходит? Что за фигня? Я же запрещал заводить здесь тачки. Они опасны для жизни. Привет, Вия. Здесь я делаю свой проект. Что ты сделал с автомобилем? Что я сделал? Это что ты с ним сделал? Почему она сама регулирует обороты? Ты просто испортил автомобиль до ужаса. Ты не понимаешь. Что я не понимаю? Я просто хотел сделать из него багги. Багги? Ты? Да, я хотел. Но ты мне можешь в этом помочь. Хотя я смотрю, вы уже и так решили показать. Так, стоп, Вия. Это не ты хотел, а я хотел сделать багги. Нет. Это я хотел сделать из этой машины проект. Что ты хотел? Мне вообще пофигу. Орет она, потому что... Вот эту штуку оторвало. Но с другой стороны, мне кажется, звук-то как у багги вообще ништяк, да? Очень громко, невозможно говорить. Круто же. Вы смотрите. Полный трэш. Круто. Что-то сыпется. Что это? Необходимо поднять автомобиль на подъемнике. На чем? На подъемнике. На подъемнике? Да, для диагностики. Сейчас подниму. Ну, ты там проведешь свою фирменную диагностику, да? Да. Это хорошо. Здесь есть специальное место, где раньше была стойка. Вот так вот. Вот так вот. И поехали. Вот такой вот у нас подъемник. Так делать нельзя, Вия. Что говоришь? Этот метод может разрушить пороги. Ну да, пороги гнилые. Но это вообще не беда. Так, надо передачу воткнуть. Как легко, слушай. О. Эй, лолухи. Чем опять занимаетесь? Мы делаем новый проект с роботом. Точнее, он хотел взять мою жигу. Снова ты сюда пришел. Кто тебя сюда вообще звал? И сделать из него какое-то барахло. А я придумал сделать из этой жиги баги. Но сначала нужно провести диагностику днища. Ладно, это понятно. Почему опять меня не позвали? А? Не знаю, как-то не подумали. Так. Ты никогда не думаешь, Слава. Робот, проводи диагностику. Запускаю диагностику. Так, стоп. Ой. Тут и диагностика не нужна, чтобы понять, что все уничтожено. Чудо, что эта машина вообще ездит. Ну, я думал, только резонатор отпал. А тут беда посерьезнее, судя по всему. Нет, вся система уничтожена. Машина у нас стала прямоточной. Нет, машина стала хламом. Вот, типа, это коллектор, из коллектора вот это весь выхлоп. А вот вторая. Точнее, это этот же выхлоп. Но он немножко погнулся. На барабане сектор-приз. Вы два идиота. Кто вообще доверил работу с автомобилями? Грязно. Понятно, что грязно. Не-не-не. Эти действия бесполезны. Они ни к чему не приведут. О, нет. Подожди, так это не весь глушитель. Он что, развалился, что ли? Не проблема. Он тут приварен. Подожди, давай оторвем. Ау, чувак. Это небезопасно. Аккуратней. Лезешь куда не надо. Смотри. Так, ребят. У нас в магазине новый продукт. Глушитель ВАЗ-2107. Тюнингованный. Новый. Новый, да. Кому интересно, пишите в комментариях. А дам за 100 рублей. Я говорил, за 100 рублей покупайте. После ремонта цена будет дороже. Сейчас. Да ем. Давай помогаем. Давай проводим. Давай. Так, оперусь чуть-чуть. Вот так. Вставай. Изделий. Вставай так вот. Ау. Ау. А что, ты уверен, что дальше надо гнуть? Может, так и было? Думаешь? Я не знаю. Надо у робота спросить. Я не буду вас консультировать. Мне за вас стыдно. Вы просто все ломаете. Это железяка. Такая же. Ты что? Ты зачем высыпаешь? Это на металл пойдет. Это что? Уголь. Какой у тебя уголь? Это куски. Мы же там пельмени жарили всякие. Да нет. Это куски этих поршней. Выполняю диагностику годовой системы. Я. А. Если все нормально. Он делает балансировку. Все. А сейчас все починим. И установим этот глушитель. Слышишь, Вя? Глушитель. А зачем тебе демократ? У тебя же робот есть. В натуре. Что? Что произошло? Пороги. Пороги. Ну, я же говорил вам. Есть смысл здесь глушитель делать? Так, а какой смысл тут вообще? Хоть что-то делать. Ладно. Короче, баги у нас будет такой. Нет, Вя, это очень плохой баги. Нормально. У меня все правила такие. Вя, аккуратней. Медленно. Не торопясь. Зачем мастер? Блин, бежим. Почему мне приходится работать именно с идиотами? Я же мог работать просто с мастерами какими-нибудь. Ты что, самый смелый, что ли? Которые знают, что делать. Ну, когда я, я ничего не делал. Отлично. Этот даже не знает, как домкрат работает. Понятно. Так вы дебилы? Нет! Блин, это ты дебил, скряга. Аккуратно. Медленно надо просто делать все. Да, надо делать все очень медленно. Да, блин. Так и без пальца можно остаться. Вия, у тебя проблема? Какая проблема? У тебя горит. Что? Пластик. О, господи. Эта техника сварки является некорректной, Вия. Да, 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 да. Зато все быстро и качественно. При разработке любого проекта первый этап, это план. Нам необходимо соблюдать все нормативы, чтобы мы сделали хороший проект. Я начертил чертеж. Рассчитал все по формулам. Высчитал лучшие соотношения. Также у меня есть макет. Мы должны использовать оси прочности для того, чтобы каркас был максимально усилен. Ага, 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 ага. Все понятно. Отлично. Вия. А? А как ты так быстро это все сделал по чертежам? Так я очень обучаемый и очень легко все понимаю, запоминаю. Багги почти готов. Это все не по моим чертежам. Это неправильно, Вия. Что это? Разработка багги – это тонкий процесс. Какому-то роботу это сразу и не понять. Ай, блин! Куда-то залетело. Залетело. Это плохо, когда кто-то куда-то залетает. Особенно, когда девчонки залетают. Это ужас. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Вия. Вы нарушаете все технологические процессы. Вы не соблюдаете план действий. Вы не можете быть допущены к работе. Вы делаете все неправильно. Так нормальные багги не собрать. Это тебе вообще не нравится? А? Ты не понимаешь, как нужно делать багги. У нас опыта в машиностроении уже больше одного года. Тут я с Вио согласуюсь. Один год – это крайне недостаточно. Нате, делайте свою рухлядь. Я вам больше помогать не буду. Окей. Нельзя готова, добро. Это будет просто развалюха, а не багги. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Вия, у тебя здесь шов же некачественный. К следующему этапу нельзя переходить. Это тебя робот научил этой всей фигне, да? Некачественный шов. А откуда вы вообще такие вылезли? Теперь качественный? Давай, Ви. Нет. Все очень качественный, я считаю. Вот так? Это будет наша крыша. Вот так вот, да? Нет, наоборот. Надо же, чтобы водителю не капала грязь. Вот так. Ты точные размеры снял, да? Конечно. Ты что, когда-нибудь во мне ошибался? Супер. Теперь у нас получилась автобусная остановка на колесах. А я думал, будка. Собачья? Кошачья. Это самая надежная система. Вия Моторс. Ну что, завидуешь такому качеству, жестянка? Нет, это ужасно. Так делают придурки. Кто так делает? Зелебобы. Какие еще зелебобы? Я не знаю, кто такие зелебобы. Зелебоба, это ты, Ви. Зелебоба, следи, сам ты зелебоба. Пошел вон, жестянка. Ну ты только посмотри на это, это ужасно. Супер. Вообще отлично. Все развалится за мной, лишь почти. Эй, не ломай. Это будет незабываемое испытание. Ну, давай. Я нахтудаю. Отойди, Эмиротор. Вперед. Ура. Нищак. Нищак. Супер. Все работает, робот. Вообще без проблем. Вот это баги. Вот это я понимаю. Настоящий баги. Вау. Круто. Вот это да. Ну что, ребята, а вы переживали? Особенно ты переживал? Говорил, что баги не получится. А баги получился офигительный. А что у тебя заглохло-то, робот? Что за ерунда? Это к тебе вопрос, а ты ее такой сделал. Что я просчитал? Я все сделал нормально. Что с тобой не так? Она плохо дает угла. Не хватает массы? Ну, массы не хватает. Да, согласен. Надо массу сзади увеличить, чтобы лучше угла давало. Но это же баги. Баги должен быстро ездить, а не угла раздавать. В этом разница. Здесь масса дефектов. Например, зацепа нет вообще. Ну, нету зацепа, да резина не та. Это ж поправимо. Сам-то баги, смотри. Классный баги. Это рухлядь. Да ладно тебе, прикольные баги. Нет, не бузи. А вам, ребята, напишите, как наш первый с роботом совместный проект. Проект несовместный. В смысле несовместный? Это рухлядь, а не проект. Это не рухлядь. Я бы такое в жизни не сделал никогда. Ну, ладно, как вам мой проект? Понравился или нет? Пишите в комментариях, ребята. Ну, а также, если ролик вам был интересен, и вы хотите больше видео с нашим любимым роботом, и какие-нибудь истории, приколы механиков, можете ставить лайки под этим видео, а также подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать те видеоролики, которые уходят каждый день специально для вас. А с вами был я, Вячеслав Смылов, или Живи, а мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова